Расскажите об этом своим христианским друзьям, соседям, вашим работникам и работодателям, и вы увидите, что произойдет. Если они найдут это интересным для себя, то можно предложить еще несколько убедительных примеров из Корана. Вот, например, в этих аятах сказано, что мать Марии долгое время не могла забеременеть, и она обратилась с молитвой к Богу. «О, мой Господь, если Ты дашь мне ребенка, то я отдам его на службу в храм, служить Тебе». И Бог услышал ее молитвы, и она забеременела от своего мужа. В назначенный срок родила ребенка, и ребенок был женского пола. Она была в растерянности, она ведь обещала, что ребенок ее будет предназначен к Богу, полагая, что у нее родится сын. Но у нее родилась дочь. Что она должна была сделать? Ведь она имела обязательства перед Богом. Она подождала, пока Мария немного подросла, и стала более самостоятельной, взяла ее на руки и понесла в храм. И все священники в храме, в Иерусалиме, всякий, кто видел этого чудесного ребенка, сразу же захотели стать ее крестным отцом. Вы знаете, что такое крестный отец? Человек, который воспитывает ребенка, опекает его, заботится о нем. И так все они стали кричать, «Я буду ее крестным отцом». Нет, я буду ее крестным отцом. И так между ними был спор. И чтобы разрешить этот спор, они бросили жребий. И пророку Закарию выпал жребий. Он бросил трость дальше всех. Коран говорит, «Ты, Мухаммад, не был при них, когда они бросали свои письменные трости, которая из них будет заботиться о Марьем. Ты не был при них». В то время, как они припирались. Как он мог узнать об этом? Как Мухаммад мог узнать об этом? Этот неграмотный человек, который не умел ни читать, ни писать. Как же он мог узнать об этом? Аллах дает вам ответ. Это из рассказов по сокровенному, которые мы тебе открываем. Вот откуда он получил это знание о Марии, Матери Иисуса, женщине, выбранной из женщин всех народов. Он не был обучен, и он знал, что было еще за три тысячи лет до прихода на землю Иисуса. Был Ибрагим муж двух, жен Шары и Агари. Мы, говорят, евреи, произошли от потомков Шары, ее сына от Ибрагима, которого звали Исаак, его потомков Якова, Иуды и так далее, и так далее. Все племена Израиля, это все евреи, избранный народ, берущий начало своей славной истории от Исаака. Исмаил, сын Агари или Хаджры, первый сын Ибрагима, положил начало арабам. Они двоюродные братья. Отец Ибрагим Ибраам, это отец как евреев, так и арабов. И в еврейской литературе арабов называют агариты. От имени Агарь Хаджра, а ислам Агаризмом, так назвали нас наши двоюродные братья. И этот человек, Мухаммад, возносит хвалу им, евреям. В это невозможно поверить, чтобы Мухаммад написал эту книгу. Это глупо. Клянусь Аллахом, это глупо. Если бы это было так, то он тем самым обижает и евреев, и арабов. Естественно, ведь он посвящает целую главу этой женщине. Эта женщина, она не его мать, не его жена, не его дочь. А мы верим, что его дочь Фатима будет во главе женщин, входящих в рай. Но даже ее имя не упоминается в этой книге. Имя его матери не упоминается, ни одного имени из его жен не упоминается. Удивительна эта книга. Так что те люди, которым вы предложите ее, будут растеряны, если они захотят узнать из нее историю семьи Мухаммада, имя его отца? Его нет здесь. Как он был рожден, этого здесь нет. Кто был его отец? Кто была его мать? Где он родился? Где умер? Ничего такого вы не найдете здесь. Почему? Почему благая весть о рождении Иисуса описана в Коране в двух местах? О рождении Мухаммада не написано ни слова. Имя Мухаммада упоминается в Коране пять раз, а Иисуса двадцать пять раз. Моисея, Мусы, сто тридцать шесть раз. Это очень интересная книга. Западные ученые пытались найти в ней слова типа «когда-то», «давным-давно». Ведь в их книгах часто используются подобные выражения. «Давным-давно», «когда-то», «давно». В этой книге нет таких слов «давным-давно». Это очень конкретная книга. Вот для чего вам пригодится указатель. И этой лекции, мои дорогие братья и сестры, я ставлю цель открыть для вас мир интереснейшего чтения. Приобретите это издание как можно скорее. Итак, мы, мусульмане, верим, что Иисус – один из величайших посланников Аллаха. Посланник из посланников. В аятах, вышеупомянутых, сказано «Из халятиль малаикату я мариям». И вот сказали ангелы «О, Мария!» «Инн Аллаха юбашируки бикалима тин мингу». «О, Мария!» «Вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него». Христиане говорят «Христос» – это слово Божие. В Коране сказано слово от Него. «Исмугуль Масиев». Его имя будет Иисус. «Аиса бну Мариям». «Аль-Масих» по-арабски. «Мессия» на иврите. На гречески переводится «Христос». И чтобы легче было произносить «Христос», сократили до «Христ», что означает «был упомянут». «Масая» значит «упомянутый». «Исмугуль Маси Хаиса ибну Марияма». Имя Ему будет «Мессия Иса, Сын Марии». Славен Он был в ближнем и последнем мире и из приближенных. Христиане говорят, что Иисус сидит по правую руку от Бога. В Коране сказано «Он среди приближенных к Нему». Мы говорим нашим христианским братьям. Мы принимаем то, что вы говорите, но Он сидит по правую руку от Бога не в физическом смысле, не географически, поскольку Бог – это не живое существо, сидящее на Своем троне. И, следовательно, Иисус не сидит на стуле по правую руку от Него. Это было бы абсурдно, ведь могущество Аллаха охватывает всю Вселенную, вплоть до маленькой мушки или ничтожно малого атома или бактерии. Нет, нет, представители восточной культуры, когда речь идет о правой стороне, имеют в виду почетное, уважаемое место. Человек – это моя правая рука. Это не значит, что он находится или сидит справа от меня. Он может находиться и слева от меня, и передо мной, и позади меня. В любой ситуации, когда мне нужен совет, я обращаюсь к моей правой руке, к ближайшему ко мне человеку. Но этот человек может в это время сидеть слева от меня. Это просто образное выражение, которое подчеркивает, что этот человек занимает важное, уважаемое место. Так и Иисус. Он сидит справа от Бога, не физически, не географически, но по положению, по степени своей значимости перед Ним. Вот так с различных точек зрения можно рассматривать одно и то же понятие. Мы не имеем исключительного права на интерпретацию. Христиане тоже. Но если выбирать наиболее логичную версию, то это выражение, очевидно, имеет смысл очень важного места или положения. Он будет говорить с людьми в детстве и в зрелости и будет он среди праведников. Это об Иисусе. И об этом же сказано в 19-й суре Корана. Он говорил с людьми, когда еще был на руках его матери.